Приветствую вас и, во-первых, мне бы хотелось сказать так. К сожалению, мы не можем, да и, в общем-то, было бы неправильно давать вам какие-то рекомендации конкретные по поводу того, как вам поступать. Потому что, ну, в действительности, давайте будем честны, решение нужно принимать только вам. Это справедливо. И психолог не имеет права, психолог не имеет права, значит, принимать ответственность за другого человека, за своего, так сказать, клиента. Это было бы нарушением этики, это было бы нарушением вообще всего, в том числе даже и моральных норм, моральных, так сказать, устоев и так далее. Вы пишете достаточно, достаточно подробно о том, что с вами происходит. И я думаю, что основная проблема заключается не в том, что вы не можете решиться, а в том, что вы хотите, вы хотите, вот что-то для себя. То есть вы не можете определиться с тем, что для вас, вообще говоря, лучше. Вы пытаетесь, пытаетесь найти вот это вот идеальное решение, да, в надежде на то, что вы будете, ну, целиком и полностью, вот скажем так, удовлетворены. При этом, к сожалению, нужно сказать, что вы не будете удовлетворены полностью, потому что вы здесь опираетесь не на основы успешных отношений, не на основы, знаете, таких взаимовыгодных отношений, на искренних отношениях, а вы опираетесь здесь на свою выгоду, на свои желания. И вы думаете, вот с одним мужчиной мне хорошо, потому что, потому что хорошо. С одним мужчиной мне хорошо, спокойно, удобно. С одним мужчиной мне стабильно. А другой мужчина – это ваша любовь, которую вы то теряли, то находили вновь. То есть у вас есть такая-то вроде духовная зависимость, духовная, скажем так, ну, духовная связь. И эта духовная связь, она естественно вам мешает, она естественно не позволяет вам принять верного решения. Спросите себя вот о чём. Это, пожалуй, является главным. Вы какого мужчину хотите или хотели бы, да? Какого мужчину вы хотели бы делать счастливым? Какого мужчину вы хотели бы, ну, осчастливить своим поведением, своим отношениям, своими действиями, своими поступками? Какого мужчину вы хотите именно, ну, делать для него что-то? Вот именно исходя из этого, исходя из того, какого мужчину вы хотите делать счастливым, вам и нужно принимать решения. Допустим, человек, который предлагает вам жениться, человек, который предлагает вам создать им семью, этот человек, он, конечно же, имеет для вас определённое значение. Этот человек имеет для вас определённый, ну, скажем так, определённый смысл, да, определённый, там, какой-то момент. Но данный человек, данный человек, представляет ли для вас этот человек, лично для вас, значение? Вы для чего хотите с ним семью? Вы для чего хотите сейчас с ним, вообще-то говоря, сближения? Чтобы вам хорошо было? Или чтобы, или чтобы ему? Вот, какой вопрос вам нужно себе задать. Если этот вопрос касается, либо, естественно, вас, то есть вы для себя хотите с этим человеком быть, потому что вам так хорошо, потому что вам так удобно, то тогда можно и нужно говорить о том, что, ну, вряд ли сейчас хорошее у вас получится. Почему, спросите вы? Потому что дело в том, что в зависимости от направленности человека в личных отношениях, у человека складываются и ожидания, да, и какие-то моменты, связанные в отношениях и так далее. Если вы хотите этих отношений для себя, то, соответственно, у вас будут ожидания. И если эти ожидания не оправдаются, а они, к сожалению, могут не оправдаться, именно по той простой причине, что желание всегда больше, чем средства для их удовлетворения. И если вы желаете этих отношений для себя, то, скорее всего, вы разочаруете. Просто потому, что вы слишком идеализируете то, что с вами происходит. Вы слишком идеализируете то, чего вы хотите. И вы самое, что главное, самое, что важно, не можете не идеализировать, если только это вот именно для вас. И эта идеализация сыграет с вами злую шутку. Она, по сути, уже играет с вами злую шутку. Идеализация того, что вы хотите, привела вас к тому мужчине, который сейчас с вами, который любит вас, который много для вас сделан, и среди которым у вас сейчас есть чувство вины. Так вот, это чувство вины перед мужчиной вам следует убирать. Потому что, простите, но чувство вины в отношении еще никогда никому ничего хорошего не сделало. И знаете, почему вы так реагируете на то, что мужчина для вас сделал? Почему вы так реагируете на то, что вот он для вас старался, старался, а вы вот так вот плохо все делали и так далее? вы не оправдали его надежды и так далее? Почему вы так плохо на это реагируете? потому что сами для себя вы так же оперировали теми аспектами, сами для себя вы так же оперировали теми фактами, что вы делаете только для кого-то. Вы делаете что-то ради кого-то. Но ради кого-то это не значит для кого-то. Вы, к сожалению, путаете здесь одни отношения с другими. Вы, к сожалению, путаете здесь тот аспект, что когда мы делаем что-то для человека, мы делаем это для него. Просто так мы делаем это для него. Просто потому, что нам этого хочется, а не потому, что это нам нужно или потому, что к этому есть какие-то принуждения, какие-то принуждающие факторы. и именно поэтому из-за вашего сложившегося стереотипа восприятия поведения в отношениях вы испытываете все своими силами. На деле нужно знать для себя лишь только одно. того, когда люди делают, когда люди осуществляют какие-то действия в отношении других людей, они на самом деле делают это просто так для человека. если это искренне, если это важно для них делать другого человека счастливым, и вы не миноваты, вы не несете ответственности за то, что другой человек хотел вас делать счастливым. Например, ваш вот тот молодой человек, который сейчас страдает по вас. Вы не несете за него ответственности просто потому, что делать что-то для вас было его желанием. Его, а не ваш. Это нужно понимать. Это нужно обязательно иметь в виду. И тогда чувствование пройдет. Но вы испытываете его не только поэтому. Вы испытываете чувство иное еще и потому, что не до конца не взете ответственность сами в отношениях. А в отношениях, я думаю, вы занимаете позицию пассивную. И вот до тех пор, пока вы будете занимать пассивную позицию, сознательно вы будете чувствовать, что делаете что-то неправильно, что-то не так, что-то неверно в отношениях. Познательно вы будете ощущать тревожность, потому, что вы ведете себя в отношениях довольно пассивно. И из-за этого будет это черт вины. Черты вины появляются всегда. Тогда, когда человек сам не... Черты вины появляются тогда, прошу прощения, более точно сформулирую мысль. Когда человек, не неся ответственности за себя в том, что прямо ему получено, нельзя ответственность за что-то другое. Вот именно тогда появляется чувство вины. То есть, чтобы от него избавиться, нужно обойти от, во-первых, стереотипа, который у вас есть, во-вторых, нести однозначательности ответственность для себя и сделать выбор не исходя из своих личных желаний, потому это отношение это не личное желание, отношение это желание делать другого человека счастливым, а именно исходя из того, какой мужчина вы близи, какому мужчину вы хотите именно осчастливить. И вот исходя из этого ответа, исходя из этого вопроса, вам и нужно признать решение. А какое оно будет решить, а только вам. я надеюсь, вы верно его примете, верно его истолкуете, и будете счастливы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы еще остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи. и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...